здравствуйте мои замечательные зрители сегодня хочу поговорить с вами о социальном контракте московской области малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий человек может заключить социальный контракт на поиск работы на открытие и расширение своего дела осуществление индивидуально-предпринимательской деятельности или фермерства и государство будет помогать этому человеку и есть также его семье преодолеть эту трудную жизненную ситуацию заключив социальный контракт вот например в московской области у нас минимум прожиточный для трудоспособного населения составляет не больше 14 тысяч девятьсот восьмидесяти семи рублей для пенсионеров не больше десяти тысяч шестьсот сорока восьми рублей и для детей не больше 13 тысяч пятьсот тридцать одного рубля поэтому если у вас доходы меньше вы можете через в центре занятости соцзащита в мфц или на госуслугах подать заявление но приложив необходимые документы переченью вы без труда найдете вот если каких-то документов не будет хватать то органы соцзащиты сами будут направлять запросы на получение недостающих документов но по социальному контракту выплаты составит от 45 до двухсот пятидесяти тысяч то есть если это индивидуальное предпринимательство не более двухсот пятидесяти тысяч если это вот как у меня например поиск работает не больше шестидесяти тысяч рублей эта помощь будет назначаться вот в зависимости от контракта вообще социальный контракт заключается от трех месяцев до одного года но исходя из программы социальной адаптации и то есть вы заключаете контракт и буквально в течение трех недель на ваш счет вот если это поиск работы на ваш счет приходит сумма вот у меня например 14 тысяч девятьсот сорок один рубль но я говорю что я живу в московской области в каждом регионные суммы разные вообще вот эти социальные контракты заключаются между малоимущим жителем и соцзащиты и задача вот помочь как-то стимулировать людей выходить вот из этой трудной жизненной ситуации и эти деньги выделяются вот у меня например в программе социальной адаптации стоит транспортные расходы и транспортные расходы и покупка предметов первой необходимости вот и вот эта выплата выплачивается сначала выплачивается потом в течение после того как устроишься на работу обязательно нужно сообщить в соцзащиту и и еще три месяца чтобы как-то поддержать государство будет выплачивать эти же суммы поэтому если вы относитесь к малоимущим людям вообще у вас малоимущая семья или вы малоимущий одиноко проживающий человек вы имеете право на это на получение такой помощи и государство конечно ждет чтобы человек как-то ну встрепенулся и сам себя начал обеспечивать но я считаю вот я уже получила вот первую выплату сейчас активно ищу работу то есть уже не болит голова как доехать на собеседование что сделать ну то есть достаточно удобно и конечно было бы лучше если бы это было еще раньше но вот московской области это появилось 21 года и такой помощью можно воспользоваться только один раз в пять лет поэтому и но кто например вот хочет открыть свое дело то они могут получить до двухсот пятидесяти тысяч рублей или фермерство у кого личное подсобное хозяйство они также получают помощь на на закупку но у них немного другие будут мероприятие вот ну там покупка например будет кормов но все равно это я считаю большой подспорье там конечно не 14 тысяч больше вот поэтому буду рада обсудить с вами пишите комментарии увидимся до новых встреч пока пока